Мы готовили небольшую экскурсию по документам, которые хранят Алмаза из Болгара. Багдадский приз пригласить спасло, чтобы смогли призвать. Это расписание уроков, вид на арабской графике. Это метрисет. Это наша коллекция национального музея. У тебя делик-меда, который проявляет. Это российский музей. Молодежная хора Мои за выбор нашего города. Мы с своей страны очень ждем... Хотел бы от Федыши поприветствовать многочисленных гостей имперального дерева. ... из 65 стран. Особая честь для нас... ... три официальные языки. ОИС официальные языки. ОИС и Россия. ... чтобы вместе с ним... ... наслаждаться национальной культуре. Многие другие события... ... молодежной столицы ОИС. АПЛОДИСМЕНТЫ АССАЛАМАЛЯКУМ ВАРАХМАТУЛАХИ ВАБАРАКАТУ. Добрый день. Хайрликен Баразгада. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Рад приветствовать вас. Официальная церемония инаугурации Казани. В качестве молодежной столицы Организации Исламского Сотрудничества. Хочу поблагодарить молодежный форум ОИС за выбор нашего города. Особые слова признательности хочу адресовать Сергею Викторовичу Лаврову и всему коллективу Министерства иностранных дел России за поддержку наших международных инициатив и возможность проведения презентации на площадке МИДа. Признание Казани, молодежной столицы Организации, уникальное событие. Впервые в истории данный статус присылается стране-наблюдателю. Это особенно символично в год празднования тысячестолетия принятия ислама в Волске Булгарии. Исторические даты имеют огромное значение для всех мусульман России. В период с 19 по 21 мая текущего года в Татарстане будут организованы праздничные мероприятия, посвященные юбилейному событию, заседание группы стратегического ведения «Россия и исламский мир», международный экономический саммит «Россия и исламский мир», Казань саммит и другие мероприятия. Кроме того, в Казани в июне текущего года планируется проведение 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который соберет гостей со всего мира, в том числе и из мусульманских государств. Татарстан на протяжении многих лет успешно взаимодействует с центральным аппаратом и специализированными институтами Организации исламского сотрудничества. Особенно приятно отметить тесное сотрудничество с Молодежным форумом АИС. Так, в течение всего года в Казани Министерством по делам молодежи Республик Татарстан совместно с Молодежным форумом будет реализована насыщенная международная программа, которая охватывает все сферы жизни и развития молодежи исламского мира. К примеру, в этом году в Татарстане планируется Казанский глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи и молодых лидеров страной. Статус Казания как молодежной столицы ОИС – это прекрасная возможность для нашей республики, ее столицы, укрепить взаимодействия со странами исламского мира, продемонстрировать свою приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической и политической активности молодежи. Будем рады видеть всех присутствующих на наших мероприятиях. Хочу отметить, что сегодня в нашей республике реализуется ряд крупных проектов в сфере молодежной политики. Это молодежная ассамблея народов Татарстана, молодежные движения «Салят», которые осуществляют значимую работу в рамках ОИС, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский открытый университет талантов, Академия молодежной дипломатии и другие. На базе дома «Салят» открыт федеральный проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлениям России и Организации исламского сотрудничества. А также совместно с Академией молодежной дипломатии сформирован дискуссионный клуб «Россия-АИС», где проходят мастер-классы и встречи с экспертами по обсуждению актуальных международных вопросов. Происходит вовлечение активной молодежи в принятие альтернативных решений по проблемам современности. С 2014 года между Организациями страны АИС и Академией молодежной дипломатии ведется активное взаимодействие в молодежной сфере. Регулярно проводится модель Организации исламского сотрудничества, культурные и образовательные программы. Доброй традицией стало проведение форума молодых дипломатов страны АИС в рамках Международно-экономического саммита «Россия-Исламский мир. Казань-саммит». Соорганизатором форума выступает Совет молодых дипломатов МИД России. Важно подчеркнуть, что итогом обширной программы молодежных мероприятий в Республике Татарстан станет принятие казанского плана действий, который предполагает активную сотрудничество линии страны АИС в реализации молодежной политики. Уважаемые дамы и господа, уверен, признание Казани молодежной столицы АИС в 2022 году внесет большой вклад в развитие отношений между Российской Федерацией и странами организации, а связи, установленные молодежной среде наших стран, станут надежной основой для продуктивного сотрудничества в будущем. Большое спасибо, Викзор Ахмат и Хтивар Азычин. С огромным удовольствием принял приглашение принять участие в церемонии инаугурации Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества в 2022 году. Прежде всего, хотел бы от всей души поприветствовать многочисленных гостей и генерального директора Молодежного форума Организации исламского сотрудничества, Расула Амарова, послов мусульманских государств, коллег из федеральных органов власти, делегацию, конечно же, Республики Татарстан, представителей научно-образовательных кругов, средств массовой информации и организации общественности. Нас искренне радует то, что диалог между Российской Федерацией и Организацией исламского сотрудничества поступательно продвигается по всем направлениям. Открываются новые перспективы для совместного приложения усилий, в том числе по парламентской линии, в гуманитарной сфере. Свой вклад в общую работу продолжает вносить и наращивать группа стратегического видения «Россий-Исламский мир» под руководством Рустама Нургалевича Мениханова. Уважаемые коллеги, подавляющее большинство мусульманских стран давние, добрые международные партнеры нашей страны. Нас объединяет приверженность развитию межгосударственного сотрудничества на принципах равноправия, взаимного учета интересов и озабоченностей. Мы последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационной самобытности народов мира, их естественного права самим определять пути своего развития. Одновременно отвергаем порочную практику экспорта демократии, агрессивного навязывания собственных ультралиберальных ценностей, как мы и отвергаем попытки делать культурные, образовательные, спортивные, в целом гуманитарные связи с заложником и разменной монетой геополитических игр. Хочу в этом контексте подчеркнуть, что выбор Казани в качестве молодежной столицы ОИС является ярким свидетельством взаимного настроя на дальнейшее наращивание дружеских связей на подлинно равноправных взаимовыгодных началах. Не сомневаюсь, что руководство Татарстана блестяще справится с этой функцией и успешно осуществит все намеченные планы. В целом хочу сказать, что столица Татарстана, город Казань, древний город Казань являет собой пример сосуществования религий, культур, традиций, причем древних традиций и пример сочетания уважения наследия предков и быстрого, молниеносного освоения самых современных технологий. Я думаю, в этом залог успеха развития любой страны. И мы очень рады, что Татарстан является одним из бесспорных лидеров российских регионов в развитии внешних связей, связях наподлинно демократических взаимовыгодных началах. В заключение хочу подчеркнуть, что в Министерстве иностранных дел, конечно же, спасибо за добрые слова в наш адрес, конечно же, мы окажем всяческую поддержку осуществлению функций молодежной столицы ОИС. И можете не сомневаться на наше сотрудничество в любых других начинаниях. Желаю в заключении всем доброго здоровья, успехов и хорошего вечера. Спасибо.